Рио Хазуки 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 название в истории игр. В доме Рио находят чертежи тех самых зеркал, за которыми охотятся Лан Ди. Вскоре они уже разгадывают головоломку внутри пещеры. Шенфа читает текст пророчества из, опять же, самой первой заставки и понимает, Рио тот самый, и именно с ним ей предстоит продолжить путешествие. Именно в этот момент ничего не подозревающий игрок, настроившийся на продолжение, получает главный облом в своей жизни. Таким вот камерным, необычным, меланхоличным трехчасовым финалом наградил Ю Сузуки всех игроков в Шенму. И это в игре с сотнями персонажей, с открытым миром и самыми разными городами. В игре, в которой, зайдя в магазин, можно взять в руки любой товар и купить его. В игре, где нужно было устраиваться на работу, чтобы заработать деньги на ночлег. В игре, где была масса драматичных сюжетных линий. Все окончилось в лесу с участием двух персонажей и оленя. И это было прекрасно. Так завершилась главная неоконченная, самая дорогая история в игровой индустрии. Изначально предполагалось около 16 частей Шенму. Однако даже двухмиллионные продажи не смогли отбить рекордный 150-миллионный бюджет. Сегодня Sega говорит, что сделает третью Шенму, если разработку профинансирует кто-нибудь из производителей консолей. Тот, кто согласится, получит уважение VideoMoney на годы вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok